Привет, ребята! Прежде, чем начнется выпуск, давайте я расскажу, какие мероприятия будут в ноябре. 22 числа будет мой сольный концерт в Хопхеде Stage Room. Там будет импровизация, новый материал, какие-то шлягеры. Ссылка в описании. 28 числа будет концерт вместе с Андреем Фроловым. Помните смех безумный? Геен и вот в подкате. Будем вместе с ним делать концерт. Ссылка тоже в описании. 28 числа. Будет круто, если ты не проебешь это. А теперь все. Приятного просмотра. Вот, здорово, как дела? Здорово, нормально. Че делаешь? Нарда игра. Все как, успехи? Проебал он таким? Да, выглядишь не очень. Спасибо, Хостян. Спасибо. Ты так будешь сниматься? Так, нормально. Да и не нормально. Фу, блядь, нихуя не получилось. Так, ребята, здрасте. Вы включили новый выпуск обо шоу. Если вы вдруг не подписаны, сразу подпишитесь. Вы такие, а кто ты такой, мальчик? Меня зовут Абугаза Линдаль. Мы снимаем шоу здесь, в Петербурге, в Копкейде с ребятами из Петербурга. Давайте поаплодируем. Вот, вон они здесь. Суть шоу очень простой. Они рассказывают мне истории, я их разгоняю. Смешно или нет, решать вам. Пишите в комментариях, что понравилось, что нет. Как можно больше комментариев. Вы нас поддержите. Делайте репост этого видео. И еще обязательно благодарю всех. Всех благодарю, кто нам помогает и донатит. Если вы вдруг хотите нас поддержать, снизу есть все ссылки. Давайте поаплодируем всем, кто в интернете. Что? Давайте, ноти. Кто это принес? Это вы принесли. Что это? Я рискнул открыть это на сцене. Там не написано, пидарас, блядь, что-нибудь такое типа. Что это такое? Для девушки подарок. Для девушки подарок? А кто девушка? Ты типа хочешь, чтобы я подарил телке подарок? Я не спросил, но если хочешь. А нахуй ты это тогда... Кто это дал? Оттуда это? Кто это принес? Нас сам дарит тогда. Что ты мне это дал? А там она типа. Ты телке даришь ее фотографии. Я правильно понимаю? Да. Там еще тачка. А ты ебать креативный, блядь, да? Ужасный вопрос. Ты, блядь, с 2004-го? Это же вообще хуйня, честно. Я реально вписался в эту хуйню. А ты аутист, блядь, сам не мог подарить такой, да? Ты типа, пиздец, я ссу. А ебаться с ней я тоже должен, блядь. Ой, ебаный, вот мы вместе, блядь. Ой, и тачка у меня есть, и бань, блядь. Очень круто. А вы давно встречаетесь? Не очень. А ты пиздец фотоальбом замутил, да, блядь, вообще? Ну, круто. Это ребенок. У вас есть ребенок? Это ее ребенок, не твой, да? Есть такое? Я почувствовал, что такой, плохо, я тоже добавлю, блядь. Да? Ой, посмотри, посмотри, блядь, это... Это вам, да нет, блядь. А есть такое, что девочки такие, это так мило. А парни такие, ебать вам каблук, ебаный, блядь. Родна, это тебе, пожалуйста, помнишь, как мы, блядь, в машине ехали? Помнишь, я тачку заправил, и мы катались, блядь? Что еще? Не, ну ребенок красивый, ладно, ребенок мне нравится. Ебать, пиздец, ты напомни, блядь. Помнишь, как ты ебать оделась нахуй? Ну, типа, блядь, может штаны ей подаришь, я хуй даю. О, пиздец. Ладно, я, ну, тебе от этого аутиста, на, держи. На, повесьте дома и вспоминайте. Она хоть и нам это отдала, я не понимаю. О, да. Вот, вот как ценят твой подарок, нахуй. Она такая, на, положу это, блядь, здесь полежит. Я думал, это, блядь, мне что-то. А давай я по похуй домой заберу, чисто приду к жене, смотри, что здесь есть. Что такое, Ивна? У меня есть кое-что для тебя. Ну, наконец-то, блядь. А то здесь люди вообще охуели. Что у тебя? В конце вечера должен был рассказать растаманскую историю. А что это такое? Опять? О, нет. А, это шапка? О, это хорош. Вот видишь, какие подарки надо делать, Костя? Это тебе. Давай весь выпуск, ты будешь мне потеть, блядь. Сразу видно. Сразу видно, что ты пухаешь, а не куришь, блядь. Вот так. Я служил в растаманских войсках. О, ну вот это вообще. А так с тобой хочется пойти хинкали в ебать, блядь. Ну, вот приятный Ивнат, приятный человек Ивнат. Вот поаплодируем, поаплодируем, блядь, поаплодируем. Был бы охуенный. Вот еще шапку можешь тому человеку передать, блядь, блядь. Все через это подарок, и через друг другу передай. Ладно, так, о, и ты тоже в кепке. Давай, вот мы с тебя и начнем. Как тебя зовут? Сергей. Сергей, поаплодируем Сергею. Так. Как жизнь, Сергей? Отлично. Отлично. Хорошо, мне нравится, что ты меня в глаза не смотришь. Отлично. Ты из Петербурга? Нет, я приезжий. Я вижу, у тебя золотой зуб. У тебя золотой зуб? Несколько зубов. Несколько золотых. Да. Ты, ну, сын мистера Крена? Да нет, просто до Сахалина нормальная стоматология не дошла. А, там до сих пор ювелирная стоматология, да? До сих пор, да, рандольт ставят там, где-то, короче, где-то там золотое наполение. Я Сахалин. Сахалин, Сахалин. Ты приехал отдохнуть? Нет, я здесь на работе, и у меня вахта в Питере. Вахта зыбийся у тебя, я смотрю, да? У меня до сих пор от этого словосочетание «эрекция», блядь. Серьезно? Отойду чуть-чуть. Я вижу, это на взводе, блядь. Не, я спокою, нормально. Вот этот человек с золотыми зубами говорит, у меня эрекция, у меня эрекция, я вот пришел к тебе на шоу. Так, а что за вахты? Ну, слушай, когда я знаю, что люди уезжают какой-то на крайний север на вахту, это тяжело. А здесь ты чем занимаешься? Там я уже дуплился, сейчас я здесь координатором. Дуплился, грязно, есть такое? Ну, это не в твоем понимании, братан. А что вы делаете? Ну, отработал, да, я на северах, на Дальнем Востоке, Малайзия, Индонезия бывало тоже. Это пиздоты вахты какие-то, как ты называешь? Ну, там тоже надо было въебывать, еще и жарко, приколись. А что ты делаешь-то? Это бурение на море. Бурение на море, а здесь вы тоже бурите нашу воду? Вашу воду нихуя бурить, там ловить нечего, кроме трихомониноза, блядь. Ладно, пиздата, сейчас пойдем нахуй побурим вместе, блядь. Нет-нет, здесь у нас заказчик, я представляю компанию, которая сервисные услуги предоставляет в процессе бурения. Заказчик здесь, в Питере. Ты на переговорах? Ну да, советую, как правильно все делать, там, по моему профилю такая тема, да. Хорошо, а что вы бурите, да, нефть? На нефть, да. На нефть, можно будет без нефти, а все такие, а нам похуй вообще, да, человек бурит нефть. Так, ну расскажи, и как там в Малайзии бурить нефть? Там есть нефть? В Малайзии нормально, да, много тоже нефти у них. Много, а они в курсе, блядь? Они в курсе, да. И что они там делают? Да мы нихуя, мы здесь побурим сейчас. Вы не обращайте меня, давайте, 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 блядь. Не, не, вы охуенный, вот их и жрите, блядь. И зуб зоны, блядь. Я за коленой сейчас трогу здесь, блядь, потихонечку. А с кем ты, ты один пришел? Да, в одного. В одного? Один на льдине, ломом под поясом. Вот ты один, смотри сколько девушек рядом с тобой. А ты когда на вахте, вы там, блядь, подолгу не бьетесь с другими людьми? Ну, дрочить-то никто не запрещает. Я поэтому и говорю с другими людьми, долго не имею. С другими, но нет. С самим собой это понятное дело. Кавалеры, кавалеры. Так, а здесь сколько ты уже здесь на вахте? Третья неделя. Третья. Ну, у тебя есть свободная минутка, я смотрю, ты тусуешься, ты с пивом сидишь, с девушками за столом. Ну, да, просто выдалось такой момент, сейчас бурения нету на объекте, поэтому могу расслабиться. Могу забуриться не в скважину, блядь. Бля, никогда не говори на свидание, блядь. Только тебе по секрету, блядь. Я прям вижу в тинкере, хочу забуриться, блядь, не в скважину, блядь. На свидание, честно, бля, может побуримся, да, блядь. Так, хорошо. А уже ходил здесь с кем-нибудь на свидание, ходил? Да нет, нет, работа, ну, плюс семья там, знаешь, люблю жену, люблю детей, да. Люблю жену, люблю жену, ну, вот это туда в камеру говори, хорошо. Я здесь ни с кем не борюсь, не переживай, я только твою скважину люблю, родная. Однозначно. Люблю, чтобы у нас уже, ну, все. Так, а как здесь свободное время проводишь? А где пурите, давайте так, где пурите здесь у нас, у нас где-то нет, есть? Кудровый, мудрый, блядь. Нет, заказчик, ну, они как бы не любят афишировать, да, там, свое имя, да, там, вот у них там они построили себе вот этот эрогированный член, блядь, в виде большого здания. Да, который до сих пор, да, на лахте, да-да-да, вот. Вот так ее построили вообще, она до сих пор не открыта, там, блядь, даже не доделан, блядь, тротуар возле нее, вот зачем там вот это все? Ну, не знаю, наверное, жизнь дала трещину у них там, с добычей не так все хорошо, да, нефти. Блядь, мне закурить хочется, когда я с тобой говорю, жизнь дала вообще давно, блядь, добыча по пизде пошла, да, сейчас бы побуриться, брат, блядь, с кем-нибудь. А как свободное, ну, вообще, есть хобби какое-то, как отдыхаешь от бурения? Семья, ребенок младший, ребенок старший, блядь, я не на враге это посмотрю, блядь, я понимаю, что ты хочешь, блядь, ребенку там подпадать. Да нет, нет, толком особо нету времени свободного, ну, ты же сам знаешь, что у тебя двое детей, поэтому, как бы. Блядь, есть сигарета у тебя? Не, не курю. Я же хуй, я знаю, да, мы же все вот эти бурильщики, все знают там, друг про друга. А зубы золотые почем? Да это давно было, наверное, сейчас уже подороже стоит. А тогда сколько стоит? Сейчас-то это модно стало, да, это раньше было, знаешь, вынужденная мера, блядь. Ну да. Не, узбеки все никак не слезут с этой хуйней, блядь, сейчас поеду в Россию поражаться их. Ну сколько стоит золотой зуб, там, блядь? Что, клево, да, золотые зубы такие, ебать, он богаче, блядь? Да не, я делал, блядь, хуй знает когда. Сколько тогда стоил? Блядь. Умеешь ты вопросы задавать, говеные, блядь. Я уже боюсь его, бля, я че, ебу что ли? Я че, ебу что ли, бля, это было, нахуй, в девяносто шестом году, бля, спросил ты, ёпта. Ну сколько тогда стоил? Ну сколько примерно? Слушай, ну с возрастом память все хуёве и хуёве. Почем продажа зубчатся, ебать? Ну если выпьешь, блядь, отдам так, нахуй. О, никуда себе, костюм, блядь. А че, Костян, я с тобой разговариваю. Костян-то по массе может и выпьешь, блядь. Да, я хочу смотреть. Штатив снять. А, вот этой хуйней, щас ебну, блядь. Видно, что там… Оставь для каблука, ну ты че. А, так. Бе-бе-бе, блядь, ладно. Ой-ой-ой, извините, семейная часть разобьется сейчас. А тебе придется дать за эту хуйню, прикинь, блядь. Мы сейчас посмеялись, а ты сегодня… Ой-ой-ой, извините, блядь. Ой-ой-ой, мне понравилось, блядь. Ну, блядь, спасибо большое, блядь. Как раз на фоне будет эта хуйня, а ты… Ну я че, блядь, что ли, на хуй заплатился, блядь, фотографии. Ладно, есть к чему? Мечта какая-то? Есть мечта? Дом построить. Дом построил, блядь. Где дом хочешь? В Малайзии? Да нет, я бы где-нибудь здесь, наверное, в Ленобласти отстроился. Ну, жена че-то. Пока артачится. Че она? Че блядь, типа потеплее где она. Ну ты забывай ее, как следует, жена моя. Ты же знаешь, Бурков. Да я работаю в этом направлении, но че-то не ведется, понимаешь. Ладно, удачи тебе, дружище, удачи, поаплодируйте. Все, спасибо, спасибо, давайте на микрофон. Так, давайте вот девушке дадим. Давайте девушке. Как у вас настроение, все хорошо? Все хорошо, все хорошо. Здрасте. Все, семью люблю, блядь, блядь. Блядь, ну ладно, семью люблю, блядь. Ну щас быстренько телефончик запишу, блядь. Пока бурения нету. Пока бурения нету, давай, семье привет передаем, блядь. Бля-бля, да-да-да, блядь. Побуримся попозже чуть-чуть. Так, как вас зовут? Меня зовут Кристина. Они маленькие, ты блядь, я хуже телефон записываешь. А может вы хватит уже говорить, а? Что? Хватит говорить уже. Меня зовут Кристина. Кристина. Подожди, все, извините, Кристина. А это у нас тут ток-шоу, блядь, началось, да? Ну так тоже. А Кристина тянет на себя дьяволка, так, как дела, Кристина? Отлично. Отлично. Вы чем занимаетесь? А. Да-да, сейчас мы Кристина тянем. Тихо, Кристина, ну ты успокойся, ну ты успокойся, Кристина. Сейчас. Просто кондиционер пришлось. Костя уже такой, сними дальше. Не так, заткнись, Кристина, работай сам. Давай. Покажи кошечку. Так, чем вы занимаетесь? Ну вы снимите до конца уже пальто. Ну что ж вы? Да, кондиционер, вам же жарко. А вы хотите, чтобы у вас один локоть не заболел, да? Смотрите. Так, давайте еще Кристине поаплодируем, Кристина Владимировна. Слышь, бурелом, бля, успокойся. Ты уже там всех решил так, слышь, телефоны твои уни. Хватит контактами уже обмениваться, я говорю. Так, она тоже, смотри, хочет побуриться немножко. Так, а чем вы занимаетесь? Я стилист, занималась туризмом. Вы стилист, занимались туризмом? Пандемия внесла свои коррективы. Ну да, теперь все туристы ездят в улицу, я знаю. Так, а вы теперь стилист? Нет, я была стилистом тоже, слава богу. А чем вы сейчас занимаетесь? Я стилист. Много было у вас слова «была», есть такое? А сейчас что? Так я до сих пор была. Личностный кризис, слышали такое? Личностный кризис, слышали? Личностный кризис. Проблемы с речью, слышали? Не-не, не буду это повторять. Слышали я такого? Да, конечно. У вас кризис сейчас? Ага. Вы переживаете из-за того, что… Мне нужен психоаналитик. Психоаналитик. Сейчас разберу. За что переживаете? Ну, как бы работа. Из-за работы переживаете? Самореализация пошла в одно место. В одно место. В какое? Туда. Куда? К вам. Ко мне? Ну, там, где вы. Там, где я. Я тоже хочу, наверное, стать тоже студентом. Хотите полизать на место или что? Нет, я хочу тоже стать стендапером, наверное. Хотите стать стендапером? Что еще остается? Ну, хорошо. А вы… У вас сейчас вообще не отработает? Нет, я могу вас приодеть. О, может, у меня приодеть. Недорого. О, пиздец. Ну, все. Сейчас, блядь, есть монетки какие-нибудь? Недорого. А сколько стоит? Нет, ну, просто к примеру. Я такой вот хочу, чтобы вы меня приодели. Недорого. Ну, сколько? Ну, недорого. Ну, не принято так. Сколько? Ну, давай. Я сейчас… Кому нужен стилист? Поаплодируйте. Вот, вот. Смотри. Давай. Мне нравится, что хлопают только мужики, блядь. Ну, кстати, да. У меня аудитория мужская в основном. Интересно, почему? Ну, не знаю. Доверяют больше. Ну, не знаю. Доверяют больше. Ну, конечно. Ну, сколько стоит? Пять тысяч в час. Пять… Стилист, блядь. Был я у таких стилистов когда-то, блядь. Нет, это вы не там были. Не там были. А вы, типа, пять тысяч, ну, еще плюс шмотки купить? Нет, я не куплю. Вы купите. Ну, понятное дело. Пять тысяч и еще шмотки. А следующий час дешевле? Да, да, да. Совсем другая организация. А в какие магазины пойдем? Или вы чисто с чемоданом приедете? Нет, я с чемоданом не приеду. Мы обсуждаем. Ваш бюджет до этого. Бюджет до этого. Ну, давай. Я такой. Есть двадцатка. Есть двадцатка. И еще пятера, чтобы, ну, делать не нехуй. Так. То есть, как бы, у вас всего час. Всего час. Ну, пару магазинов успеем. Пару магазинов успеем. Недорогих. Недорогих. Пиздец, оскорблять не надо. Но будете выглядеть на миллион. А если я такой в конце, это хуйня? Ты такая. Нет. А я ничего не обижала. Не-не-не, так не бывает. Все довольны. Все довольны. А когда последний раз так с кем-то гуляли? Ну, дней три, дней пять назад. Нет. Куда ходили? Что за магазин? Сколько у человека было денег? Во, давай вот. Сколько он оплатил? Нет. Не важно, сколько он оплатил, но было у него немного. Сколько? Тысяч пятьдесят. Тысяч пятьдесят? Куда пошли? Ползал такой. Бразь. Ну, это просто не стендаповский формат. Ну, зачем? Позвольте, я буду решать формат. Хорошо. Хорошо. Куда пошли? В базовый магазин. За базовыми вещами ничего не подошло. Пошли в средний сегмент. Хорошо. Вы... Это ваш молодой человек? Нет. Вы одна пришла? Да. Хорошо. Что с мужиком? Есть мужик? Нет. Давно нет? Недавно. Недавно? Как недавно? Ну, так недавно. Ну, сколько? Только что он, блядь, ушел или что ли? Уходи, ладно, я пошел. А мужик это что, молодой человек? То есть, это в смысле... Ну, ваш кавалер, извините, пожалуйста, не заметил. Но это постоянно или так? А, ну, это вам решать. Нет, ну... А есть такие, которые заскакивают быстро? Поклонники есть, а мужчины не было с ноября, да. А мужчин не было с ноября? Постоянного. А поклонники как-то, часто? 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 Пять тысяч час, ты не слышал, дурак, блядь? Поклонники есть всегда. Поклонники есть всегда. Чё делают поклонники? Девчонки, у кого есть поклонники? Поплодируйте. Девчонки, аплодируйте, вы чё? Вот, есть, есть. Прям потом послушаем вашу историю. А ты чё не хлопаешь? Почему ни у кого нет поклонников, девчонки? У тебя самый биздатый поклонник, он... А, извините, я забыл спросить, как вам такая хуйня? А вы забыли, как выглядит? На самом деле, нет. А я вот на самом деле хочу похвалить молодого человека. Знаете почему? Потому что вы взрослые, блядь. Он старался. Он старался. Смотри. Между прочим. Молодец. Молодец. Он старался, но хуйня получилась. Он что, виноват? Он старался. Это, конечно же, не сумочка Гуччи, но, чёрт подери, он старался. Ой, не понимаете, ты такая молодец, но это, конечно, не сумочка Гуччи, блядь. Я не сказала, блядь, я сказала, не старался. Это очень тяно. Очень тяно. Дороже денег. Да, о, боже мой. О, какая вы, блядь. Кемка? У вас золотой зуб. Так что можно без комментариев? Это на чёрный день. Это на чёрный день. Слушай, а его во сне надо, наверное, да, как-то выдёргивать или как? Ладно, как свободное время проводится? У вас его сейчас много? А, нет, у меня его сейчас совсем немного. Совсем немного. Ну, а как проводить его? Вот еле-еле сюда заглянула. Спасибо большое. Я, блядь, переживал, что вы не придёте. Можете всегда заглядывать, пожалуйста? Серьёзно? Да, постоянно. Можно? Конечно, я теперь ваш поклонник, нахуй. Давайте будем созваниваться. Ты как там, блядь, поживаешь? Мне не надо так созваниваться. Я буду решать, как мы будем созваниваться. Ну, я, блядь, так созваниваюсь. Это у вас там поклонники. Я буду, алё, нахуй, где ты, ёпта? Хочу переодеться, пиздец. Трусы с черкашами, блядь. А вот это, кстати, хотели. Есть две пятьсот на новые трусы, блядь. А я вам скажу. И ты такая, интересненькая. А я вам скажу. Он такой, пять тысяч час и всё подберём. Ну, блядь. Сука, ради угара, нахуй, дам ей пять тысяч, блядь. И пойдём с ней. Да, да. Ради угара не надо. Будете довольны. Будете довольны. Блядь, может сделать выпуск и прийти в том, что она мне чисто леет. Красных туфлях, блядь. Да ты охуеешь со мной в магазине. Я в магазине заебал. Это охуя. Я стараюсь, я стараюсь. Не-не-не, это не так выглядит. Я набрасываю на тебя кучу шмоток и как бы сама рука вожу. В смысле? Нет. За пять тысяч я нахуй поднимаю ноги, вы обуваете меня. Я такой, я хочу вот эти трусы, погнали нахуй. Слушай, ну ни разу такого не было. Я такой, да, блядь, пять тысяч часов. Не, ну ты имеешь своё, конечно, право на мнение, но на самом деле всегда всё сходится, всегда всё хорошо. Да. И красные трусишки тоже бывают хорошими, такими качественными. Да, черкаши, ещё пизжи видно, блядь. Ладно, есть мечта какая-то у вас? Мечта? Да. У меня нет мечты, у меня есть желание. Вау. Реализуемое, как правило. Как, интересно. Какие желания у вас? Ммм, так, чтоб закончилась пандемия, грёба на это, уехать за границу, купить вторую квартиру. Хотите уехать за границу? Ну да, я там периодически жила. А, вы хотите там пожить? Или? Я хочу там пожить снова. А, снова? Куда хотите поехать? Что? Куда хотите поехать? Ну, этот раз Европа, наверное, всё-таки. В Финляндию за какао, я брат там. Мы все живём в Европе немного. Вы про какао белого цвета или какое какао? А, не нравится ваш стиль? Ну да. Вы будете домой и там одна. Ну, возможно, да. Скорее всего. Ну, ещё бутылка вина. Ну ладно. Бутылка вина. Она со мной вместе. Она со мной вместе. Я вижу. Я вижу. Ладно, куда в Европу ходить? Ну, я люблю Италию, как все. Все мы любим Италию. Все мы любим Италию. Я её люблю больше всех. Почему это? Ну, а потому-то. Нет, я больше люблю Италию. Нет, я. Нет, я. Отвечаю. Я сказал «Я». А знаете почему? Я сейчас ёбну тебе, бля. Я люблю Италию больше. Ну, давай. Не готова, бля. Ой, боюсь, боюсь. Бля, а если пять тысяч сейчас, можно сейчас это пиздить просто и всё? Нет. Не, ну, в принципе, смотря как. Тебе понравится это. О, смотря как. О, да, да, да. Да. Ну. Ладно, если что, я шучу. Не разгоняйся. Да я шучу, шучу. Давайте поаплодируем. Спасибо вам большое. Спасибо. Не обижайся. Можно микрофон? Так. Давайте ещё поаплодируем. Спасибо. Если что, да, не обижайтесь. Так. Ладно, давайте. Носки видно его? Все. Так. Как зовут? Максим. 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 Максим поаплодируем. Максим. Как жизнь, Максим? О, блин. Ну, нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально. Ты чего вздохнул вначале? Ты заебался. Заебался? Тебе сколько лет? Двадцать. Правильно понимаю, сегодня по лестнице прошёлся или что, блин? Что-то пиздец. Пиздец. Вай-фай нахуй сломался дома. Что случилось? От чего устал, дружище? Слушай, с работы. С работы сложно. С работы сложно? А что с работы сейчас? Где-то стоит пустая кофемашинка или что? Вэтлон кофе не взяли. Что случилось? Приглашаю тебя в стилиста. За пять тысяч? А вы вообще вот так похуй? Ты, бля. Ты будешь мой стилист, да. Я прям вижу, безработный двадцатилетний, бля. Можешь в какие носки пиздец? Вот эти. Правильный ответ, бля. Не, работа есть, просто тяжело. А что за работа у тебя? Менеджер. О, боже мой. Бля, не бережешь тебя, бля. А где ты менеджер? Эльдората? Банк . Банк . Хорошо. А что ты говоришь, ты работаешь в банке и так плохо? Да блин, ну продажи заебали немножко, знаешь? Продажи заебали? А у какой-нибудь банк . Есть клиенты этого банка? Я не скажу, что их тоже надоело. Это для бизнеса, два человека. Мы бизнесмены, бля. И что, чем надоело? Много продаж? Нет, просто заебывать немного с людьми, общаться, знаешь. Да. Ты если в двадцать охуеваешь, подожди еще чуть-чуть, бля. Просто, знаешь, хочется чем-то еще заниматься, но, бля, пивку? О, бедный двадцатилетний. Попей еще пивка, попей. А чем еще хочешь заниматься? Слушай, я сказал. Подожди, у нас свистит микрофон, дружище. Мы можем это как-то уладить, да? Ты слышишь, что он свистит? Я же не свистел. У вас не свистел. Он после вас в охуе. Он такой, верни эту, бля. Это кто такой? Стой, бля, молодой, не охуевай. А с кем ты пришел? В одиночестве. В одиночестве. А не твоя подруга? К сожалению, нет. К сожалению. Дейхо, дейхо, дейхо. Что ты сразу подожди? Ты что, эту хуйню не хочешь себе, что ли? Подожди, подожди. Эта хуйня. Бля, мамке понравилось, не парься. Так, хорошо, она тебе нравится? Хорошая девушка вроде бы. Ты хорошая девушка? Нет? Плохая девушка. Давай. Сходил бы их с ней куда-нибудь? На стендап? Вот уже. А ты сам девушкой давно не был? Слушай, ну постоянный — да, уже год. А такие были? Поклонницы были? Я имел в виду не такие, как эта девушка. Я говорю, поклонницы были. За пять тысяч в час не бывало. За пять тысяч в час. Ну понятно, тебе еще двадцать. Подожди, чуть-чуть. Сейчас ты в какой-то момент такой, ну сейчас пошел. Что у тебя проститутка? Можно я расслаблюсь? И кончил в коридоре, блядь. И еще даже не раздулся. А какого свидания не было в последний раз? Месяц назад. Месяц назад. Чего свидания не было? Тиндер. Ой, бля, пиздец вообще. Что такое? Проспект Ветеранов. Ты такой, давай встретимся на юго-западе города. А я недавно переехал, я не знал, где это. Я согласился. Что, подожди, ты переехал? А она тебе сказала, приезжая к ней? Да, да, да. И где вы сидели? Нет, мы приехали к ней. А она такие, мы сидели на картышах, бля, просто. На героине. Это хорошее. Спасибо. Так, давай. Я не знал, да, где это место. Она говорит, приезжай ко мне. Ты такой, куда? Проспект Ветеранов. Я такой, бля, ну ладно. Так. И чего, куда вы ходили? К ней, к ней. У нее сидели. У нее дома? Да, она к себе позвала, да. У-у-у-у-у. К сие-у-у-у. Да. Не-е, это было не у, это было. У-у-у-у-у. Ты в хату пришел на первое свидание? Да. На первое и на последнее. Человек, который не раз проебался, а что по носкам у тебя было? Было такое, я не буду разуваться, почему, я не хочу отвечать на этот вопрос. Ты что, ты видел сериал в Америке? Никто не разувается, нахуй. Что? Ля, можешь ёпнуть и разучать? Всё, скинемся по 2500, ебашь. Да, вы очень любите в центре внимания быть, есть такое? Когда в ходе никого нет, вы окно открываете — а-а-а! — и люди говорят, кто нахуй там орёт, блядь. Мусоров вызывайте — вы пиздец радуетесь, когда они приходят, блядь. Пакуйте меня, господа. Ой, опять поклонники, блядь. Козелок засовывает головой, бля, ну за это 5 тысяч она, блядь, это. Ну, в общем, мне очень понравилось, еще и 5 тысяч отдал. Стой. Не, подожди, ты пришел на хату, девушку первый раз видел, она тебя позвала на хату. Да, да. Так, девчонки, это же странно, да? Это странно. Так, и ты, ну, сам не побоялся заходить? И мне самому страшно стало. Слушай, да я на Кураже был. На Кураже? Это... У-у-у! У-у, иду в незнакомую хату, блядь. Убьют меня или нет? В Петербурге всех расчленяет, что будет со мной, да? Шикарно. А не было там, когда он дверь открыл, ты такой, ты меня не убьешь? И вы зашли, она одна живет? Да, да, она сразу фартук надела. Фартук? На голое дело. Одел фартук, он тут желтеет резко. Ну что, дай пофантазировать, да, так. А дело, она что-то приготовила? Да нет. А фартук? Я всегда так хочу. Просто пуза кастрюля, да, будешь есть? Я такой, нет. А нахуй она фартук одела? Ну, хуй с ним. А где вы познакомились? В Тиндере, в Тиндере. И что вы делали? А на фартуке ты такой? Ну... Ты с чем пришел? Что взял с собой? О, бля... О, фрикадельки, блядь? Я купил дыню. Что, купил дыню? Ох ты ебарь, блядь. Ты такой, будешь дыню? Сейчас я семечку беру. Блядь, я подошел к арбузнику вот так. Самую лучшую дыню для господина. Только было. Иду и бац. И дыня оказалась гнилая. Ну, конечно. Он такой, поебешься сейчас у меня, да. Поебешься ее чистить. На, возьми, пожалуйста. И ты пришел с дыней? Да, и с двумя бутылками вина. Ого. Какое вино? Какое-то хуёвое изабелло. Да, я забыл, как проходит это свидание в 20 лет. Будешь в вино? Вино со вкусом изжоги. Возьми, пожалуйста. Коробочное. Коробочное. Да, она такая, ууу, вино в коробке. Точно ебаться будем, да. И ты, блядь, осуждаешь этот подарок, блядь? Две бутылки вина в коробке. Ты не имеешь права его осуждать. Потому что он наверняка тоже их купил. Ладно, я такой. Давай отметим эту покупку. И что вы делаете? Выпили два вина. Пососались немножко? Да. Да, я выпил два вина. Или пососался тоже ты, блядь. У меня так хорошо. Она такая, я тебе не мешаю. Нет, нет, нет. Дыню дай, пожалуйста. Ты не будешь доедать? И что вы делали? Ты выпил две бутылки вина? Один? Да. Коробочного? Да. Знаешь, их было тяжело трахаться. О, вы трахались? Да. Стой, подожди, ты такой, пидор? Ты можешь мне вина? Нет? А теперь будет тяжело ебаться. Нет, сударь. А почему она не пила? Нет, ну она выпивала, но я пил больше. А потом вы сразу трахались? Ну, не сразу. А что, чем тебе свидание не потратилось? Ты пришел купить, блядь, нахуй. Ты потратил на это свидание сколько? 350 рублей, блядь. Чем тебе не нравится? Ну, метро. Девушка тебя впустила в свой мир, блядь. Открыл дверь, надела фартук. Ебал ее в фартуке? Нет. Нет? Ты такая, можешь снять, пожалуйста? Я был в фартуке. Ты был в фартуке? Ладно. А как ты, ну как подашь, ты предложил? Или она такая? Ну все, я... Само. Само? Да. Ну как, ты включил музыку какую-то? Как 20-летний час? Разрезал дыню. Открыл вино. Тебя это заводит? Представил тебя. Представил меня. Ну ладно. Тогда не тебе. Блядь, ладно. Спасибо, что представил меня. Ну а как к сексу? Блядь, вы в первый раз виделись. Да. Ты принес дыню, две бутылки коробочного вина. Да. И чем тебе свидание не понравилось? Форматом. Форматом? Ну да. Ты принес дыню, две бутылки короб... Ну, вина из коробки. Формат какой? А ты думал, что? Ну, я рассчитывал на что-то другое. Блядь, я так ее трахалал. Ну это не то. На самом деле там... Вообще не то. Концовка не понравилась. Она плакала. Она плакала? Я дала за коробочное вина. Чисто с дыней. Не плачь. Бля, гнилая дыня. Я, в принципе, гнилый человек. Давай, пока. Давай, пока я пошла. А ты что, она плакала? Да. Я охуел. После секса? Ну почти, да. Не очень приятно. Вообще пиздец. Я охуел просто. Такого никогда не было. Я к ней подхожу, спрашиваю, типа, что за хуня? Ты сейчас в вебу, блядь. Ты что, что-то не понравилось? Ты что плачешь, блядь? Прям после секса заблакал пиздец. Вот я сходил в душ, выхожу, она ревет. Я такой, типа, тебе не понравилось? Она такая, нет, дело не в этом. Пиздец очень понравилось. Я, блядь, я всегда плачу, когда мне нравится. Блядь, ты не загнался с собой, блядь? Не волшебно, что ты такой, взял подушку. Надеюсь, девушка плачет после секса так сильно. Да вообще пиздец. Это очень стрёмно. Я спрашиваю, что такое? Она говорит, у меня бывший домашний насильник. А, я такой, что... Поэтому я впускаю всех в хату. Я такой, что нахуй? И, кстати, он домашний насильник, и он сзади. Ты такой, Дыня, где лая была, блядь? Ну что, о чем вы договорились? Созвониваете себе? Нет. Нет? Ты так и сказал, что я больше позвонил? Ну, я такой, типа, ну, мне пора, наверное. Проспект Ветеранов, время два ночи, такси тысяча рублей. Нормально. Я прям все это и перечислил ей. Может, скинемся мне на такси, блядь? Я, как бы, ну, Дыню купил, как бы. Коробочная, наверное, такая с грибулятором. Блядь, ну. Про 500. Да не плачь. Вот, блядь, помните, в 20 лет как было? Можешь пойти, чисто купить, как-то хуйни поебаться. Кто-то поплакал, блядь. Вот эти свидания, блядь, да? Это не то, что сейчас. А, нет, давай последний, есть мечта? Есть мечта? Что? А, стой, подожди, вот ты послушал историю, как тебе? Хуйня. Есть мечта? Да. Какая? Стать президентом России. Давай, ты стал президентом России, первый указ твой. Запретить дыню. Прям первый, все-таки, наконец-то другой человек. Я запрещаю дыню, все-таки, да бля, кто его нахуй выбрал? Это. Ладно, удачи тебе желаю. Спасибо. Поаплодируем. Поаплодируем. Так, ребята, вы сняли новый выпуск. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что нет. Обязательно сделайте репост, лайки поставьте. Если хотите нас поддержать, все ссылки там снизу. Круто, что смотрите. Самое главное, не забудьте, что сделать? Подписывайтесь. Это было «Бушо». Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...